Всех приветствую, я Донис. Мы продолжаем проходить гнев друидов, и у старика есть какое-то задание. Здравствуй, Эйба. Благодаря торговым постам мне прислали из Лиздеролл иллюстрированное писание. Неплохо. Да, я молодец. Я о книгах. Просто великолепная работа. Напомню, чем ты тут занимаешься. Я торгую тем, что шлют наши торговые постам. Понятно. Хочешь заключить удачную сделку? А, вот что за задание, понятно. В обмен на одежды. Но мне они нужны сейчас еще, пока что. Может, достаточно? Сначала торговый пост улучшим. До встречи, Эйбор. Так, тут тоже есть королевские поручения. Давайте посмотрим в Дублине. Где местная голубятня? Опять же, не действует бонус в палатке викингов. Приговор. Звучит хорошо. Моим владением угрожает кровожадные чужеземцы. Жайка гнусных разбойников выбирает моих добрых подданных. Опустошает поля, грабит дома и убивает всех, кто смеет защищаться. Вот ублюдки. Опять же, без сюжета. То есть, просто убить, да? Ну, такое. То есть, банально хотят продлить прохождение. Можно туда поплыть прямо. Пора в путь. Набег? В смысле, тут можно набег устроить? На Дублин? Это как понимать? Но не активные. Но странно, что есть надпись эта. Парус поднять! Сидим! Нужна история. Я часто думаю об Эстрит и жизни в Эссексе. Тогда я был на год моложе. И куда безрассуднее. При виде нее во мне бушевала буря. Но теперь она стихла. Эстрит отличалась от других девушек. В ней не было ничего напускного. Ее ум был просто поменьше. Им она могла лишить достоинства. Изящная. Светлая. Сама Фрей не могла выступать так легко. Ее взгляд ослеплял. Ее слова разили на повал. Я был волком. Ягненком. Ребенком. Мудрецом. Даже те, кто мудрее меня, теряют голову от любви. Но я усвоил свой урок. В жены я возьму равную себе. Ни больше, ни меньше. Жена будет достойна меня. А я ее. Нищи какой мудрец. А не выдавайте себя, блин. Ну уж теперь поздно, ладно. Заслушался историю. Что там еще? Ну и пограбить немножко. я себя выдал зато быстрее прошел то задание за это же время 2 успел выполнить сделано идем а а а На полпути? То есть еще два задания? О, дела. Не, выглядит так, что еще одно задание. Медея, растоптать их! Одна из моих подданных была отравлена вместе с семьей. Виновных нужно наказать. Преступники, взбунтовавшиеся в войны, ослепленные жадностью и готовые даже запятнать свою христианскую честь. А дополнительная просьба? Без лишних жертв? Серьезно? Там преступники, которых надо наказать. Наоборот, всех убить. Че за бред? Тут они не подумали. А, снова это аббатство бедное. Давайте посмотрим другие задания. Может, поближе есть что-то. А, можно все банально взять, да? Я даже зачитывать не буду. Ничего интересного. Так, вот, спасение драгоценностей. Добудьте королевские сокровища, не получите урон. Ух ты, видимо, какие-то будут испытания там. Препятствия ловушки. Нужно быть осторожнее. А, не просто ублюдки. Окей. Что ты видишь, Сюнина? А, отсюда мы тогда тащили этого Торнстейна. Эх, лучший топор скоро сточится. Дома у нас почти весь металл был длинным. Что ты видишь? Так, здесь сокровище. А это же наш, вроде как, не? Или нет? А его убить надо было? Хочется знать. Окей. А он, вроде, не получил урон. Все, по идее. Это поможет привлечь союзников. Королевские поручения. Ищите королевские поручения в голубятниках. Уполняя задания, чтобы заработать награды, например, то-то-то, за выполнение королевских просьб в рамках королевских поручений вы будете получать дополнительные награды. Ну, понятно, про это же уже говорили. Ну, типа, что дальше тоже можно этим интереснейшим делом заниматься. Не, на самом деле, знаете, если не записывать, просто вот включить музычку, отдохнуть, расслабиться, то такие поручения самое то. 167, нам надо 200 с чем-то, пока не хватает одежды, чтобы в Рандуине построить дом для работников. Там 220, вроде, требуется. Давайте возьмем все задания возможные. Может, кто-то подвернется. А это дубы, кстати, молоденькие, посмотрите. А, слушайте, везде одни и те же задания, получается. То есть я там их взял, и вот они тут взяты. Ну, а нам в Нокфри. Такое загаженное место, посмотрите. Недобрый огонь там горит. И тут голубятня. И тут голубятня. Тихо, а что это у нас тут такое за сокровище? Как бы туда попасть-то? Все просто. Если бы управление еще было более логичное. Боже мой, какое кривое управление здесь. С ума сойти. Эйвор не может просто так двигаться туда, куда ты ему указываешь. Так, а это что такое? Угощение? О, спасибо. Готовьтесь, скоро выступим. Вот кого мы дожидались. Здравствуй, Эйвор. Король. Твой стан мог бы поспорить с норвежскими? Много крепких воинов. То плоды твоих трудов. Короли, которым ты помог, прислали нам немало бойцов. Благодарю. Отложим это. Битва ждет. Хе, как скажешь. Твой родич в главном шатре. Я скоро приду туда, и мы обсудим, как быть дальше. Вот битву я люблю. Тут они классно сделаны. Массовые сражения, штурмы замков. Класс. Ты смотри, я запнулся просто на лестнице. Ну, бывает. А, Эйвор. Видишь, я в военном совете Флана. Неплохо для викинга, а? Он стал тебе доверять? Доверять? Нет. Он подозрителен, но ему нужно войско, так что он меня терпит. Хоть и воротит нос. Ну да. Викинги воняют. Хе-хе-хе. Зато их войска не воняют. Король. Мы готовы нанести Айлиху тяжелый удар. Но враг узнал о нашем приближении и собирает большие силы. Между Ульстером и Конахтом есть замок Кашелор. Возьмем его, вобьем меж ними клин. Кашелор, ключ ко всему северу. Это грозная крепость на Крутом Утесе. Она должна стать нашей. Но по тем же причинам штурм дорого нам обойдется, мой король. Все потери здесь оправданы. После победы к нам примкнет еще больше людей. Будь осторожен. Чистолюбие туманит твое... Секундочку, а больше у него нету никаких советников, серьезно? Он к викингам с опаской относится. При этом советуется только с викингами, да? Никаких там придворных, помощников, советников, ничего нету. Окей. Разум. Каков твой совет, Эйвор? Хитрость лучше отваги. Отправьте внутрь лазутчика. Пусть откроет нам ворота. Попробовать стоит. Ты ведь мастер в таких делах, Эйвор. Тебе и быть лазутчиком. Эйвор? Будет интересно. У замка ждет наша лазутчица. Она проводит тебя. Глазутчица, говоришь? Посмотрим. Опять сильная женщина будет. А чего с утра? Лучше ночью идти. Ну да ладно. Как приказал король, так и будем делать. Славный у нас лагерь. Ух ты далеко идти, тогда выполним это задание. Найдите торговый пост. Славный у pump! Ух ты exercise! ХИ digил ром! Хах. Хах. Ха. Хах. 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 А тут, смотри, волки обитают. Зараза. Ну, все, теперь можно сказать, что обитали. На этом торговом посту хранились и отсюда отправлялись по назначению меха и окрашенные ткани, которые поступали от лучших ловчих и ткачей. И если залатать дыры в стенах, провести еще кое-какие работы, о наших мехах и тканях вновь узнает весь мир. Я думал, что по одному посту будет на каждый тип товаров, но нет. Ты же второй по тканям. Все краски тканей. 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 дом для работников пока не могу построить и тут тоже голубят не имеется да у меня вроде максимальное количество заданий уже взяты так ладно нам надо к лазучиться а и и ох ты какая тут гористая местность да тут реально не просто воевать обороняться проще пойдем сначала откроем точку обзора ухты какая гора вау да тут штурмовать реально очень тяжело покажи мне все без лазутчиков никуда вау лох глендалон лох это водопад очень красиво шикарное место блин нет прохода проход водопад это же такая классика вон там ключик ну все же имеется небольшой я думаю отсюда открывается замечательнейший вид кто-то тут даже за ночевал увидел этот вид и решил что уже можно умереть эх ирландия и красивая и опасная ну а теперь можно и глазучиться вау какие укрепления прямо на скары или сегодня крутяк даже к этой лазутчица не просто будет добраться представляете штурмовать такие места это же вообще жесть это в сотни раз надо больше иметь войск но можно измором брать то есть доставлять туда припасы очень непросто это как песни льда и пламени помните гнездо это родовое поместье аронов очень тяжело приступом брать почти невозможно только измором тут нужна армия скалолазов тихо на где-то тут даже эту крепость и богам не сокрушить дам кише лор стань моими глазами сюня на ох ты ж нападут как только увидят значит не увидят эй ты из людей флана в этих местах спрашивать о таком опасно но да все так как бы мне проникнуть в замок одному можешь перелезть через стену но в одиночку так делать глупо можно попасть внутрь незаметно где-то внизу должен быть проход там недавно укрепляли стены хитрый викинг наверняка найдет там способ перебраться я как раз тот викинг хитрый викинг внизу она сказала давай посмотрим или смысла нет особого вообще ночью бы лучше о фрэй сколько зелени так ловушечка тихо где конкретно открывать ухожу путь вот это тот флагоносец здоровый чувак надо чтобы он отошел так все тихо никто не заметил так да вроде получилось отлично эйвор кашелор будет они уже здесь ты смотри окей я буду рядом я на тебя надеюсь ну дальше уже дело техники классика классический штурм так все горит я горю что ж вы хилые такие все придется подлатать так что дальше у нас захватите южный круглый форт ты кого тут убивать то покажи что там впереди записочка погибший человек не подходите к лесам к ними легко подобраться и только дурак станет карабкаться по шатким доскам оен думал нас позабавить балансируя на балке и прихлёбывая при этом эль первая кружка пошла неплохо вот на 3 он полетел на камне ох уж этот оен ну помоги-ка открыть зараза ничего без меня не могут замок теперь твой разгребки все хорош просто без шансов смотри сбоку клубе побежал вот это удара ты меч у меня такой великий да блин знаменосец ублюдок только этих поднимаю что это у нас еще хорошее есть на вспоминать способности а еще четверочка классная кстати тут немало судачков одежда то что надо эх красиво сверху блюдки засели блин не дали сундук взять вот те и кошелор неприступные но они дураки они должны были заранее обстреливать наших бойцов они подпустили прямо к вратам то есть я-то скрыл ворота дам но остальные то наши подошли прямо рядом ланча за славную кровавую битву за ирландию скаль еще мой господин а где же наш борт нужно сложить про эту песню обязательно поговорить с ней с киары она здесь я приветствовал ее она прославит мои деяния по всей ирландии ее песню подхватят в каждой деревне мудеры поможешь ей сложить эту песню поведав об отваге моей моих воинов что узрел сам я и передам отважный король выпей еще барит ты заслужил ты тоже возвращайся пока торжество не закончилась и тут он бросился на меня а глаза сверкают так и было я это все видел у меня из оружия только полка я ею и заслонился я хотел помочь но был слишком далеко он эту палку одним ударом в щепки схватил меня за ворот то уже собрался прислончить меня глянул и говорит узнал это был мой братец конал встреча экстерина конал добрый так они по разные стороны баррикад были или просто свой схватил в полубое прекрасная история сладкоголосая ее не сложно найти там где-то сверху вот у доспех есть давайте возьмем сначала его что ты видишь сюнина если есть что двигать то это надо двигать кельтские штаны месяц на небе это хорошо поет и классно вот это место она выбрала твоя песня ранит сердце это скорбная песня древнем камне фаль который ты видел на коронации мне показалось что он он легенды гласят что он принесет горе но песню сулит что он явит много чудес если ирландия будет в беде думаешь ее словам можно верить не знаю но ее пела моя мать а до того мать моей матери и ее бабка и прабабка и так до первой женщины на острове эти слова то что связывает меня с предками и родной землей тебе повезло моя родина далеко не нужно плыть за море чтобы видеть перемены вот почему я при дворе хотя я тут вроде ученый козы но ты можешь уйти когда захочешь и уйду но лишь когда флан будет править всей ирландии он и правда настолько велик он понимает что король должен заботиться обо всех сделал язычницу своим бардом чтит обычаи уважаю твою страсть спасибо не все проявляют столько же понимания смотрите-ка сердечко появилось мне чрезвычайно многое в тебе нравится киара согласна я хороша не только медовым голосом или ты о чем-то еще о том что есть одинокий норвежец который не прочь поддаться чарам одной прекрасной ирландки какой ты у нас красноречивый эйвар может быть однажды понимаю чуть не забыл флан просит тебя начать слагать песню о нем пусть не тревожится и я все помню если песня выйдет столь же чудесной как та что ты пела флан обретет много друзей добрых снов эйвар увидимся утром слан добрых снов киара и и и и и и и и чудесное утро барит вчера просил зайти к нему надо перед ним извиниться надо прокачаться на одну руку мастер использование способностей другого селектора способностей сразу же после окончания действия текущей не расходует адреналин если во второй руке нет оружия у меня двуручный меч ну пускай будет все эту ветку закрыли пойдем сюда и на этом серия заканчивается всем кто смотрел благодарствую до встречи на 11 и и и и и и и